20 января Национальный банк провел расширенное заседание правления, где рассмотрели не только вопросы прошлого года, но и как будет работать экономика, банковская система, как будут складываться тенденции в целом денежно-кредитной сферы в текущем году. Получилась широкая дискуссия, в том числе и с участием независимых экспертов. И очень важно, как она была воспринята в обществе, потому что важно, чтобы население, не только специалисты, но и население, понимали, что происходит, какие тенденции не только на стране и у мира. И, конечно, вопросы инфляции населения интересуют, и это совершенно понятно, потому что нужно обеспечить устойчивость, ценовую устойчивость, в первую очередь, ну и финансовую непосредственно стабильность правительства и Национальный банк, проводя свою экономическую политику, безусловно, этим вопросом будут уделять особое внимание. Задачи, которые поставлены, они известны. Ценовая стабильность должна быть обеспечена. К концу года мы будем стремиться к тому, чтобы инфляция была где-то вблизи 6%. Скажу сразу же, что это непростые проблемы, поскольку в первую очередь они обусловлены непосредственно так называемой импортируемой инфляцией. И в мире все страны, наши соседи, они, собственно говоря, переживают непосредственно вот этот неприятный период высокой инфляции. В некоторых странах рекорды достигают 30-летней давности, и в первую очередь, может быть, центральные банки сейчас будут принимать меры несколько по ужесточению своей политики. И, конечно, в мире ожидается, что инфляция будет снижаться к концу текущего года. Причем снижение инфляции в мире ожидают практически все центральные банки. Мы тоже ожидаем существенное замедление инфляции. Наша цель, она уже была озвучена вблизи 6%. И, собственно говоря, есть все основания полагать, чтобы общими усилиями мы сможем обеспечить тот уровень, который запланирован. Ну, наверное, правильно было бы сказать, что мы сейчас в рамках инфляции будем находиться на своеобразном плато. В первом квартале будут какие-то незначительные отклонения от того уровня, который мы имеем сейчас. И к этим отклонениям надо относиться спокойно, поскольку, собственно говоря, принимаемые меры и мировыми центральными банками, и нами, и правительством, они, собственно говоря, работают с определенным лагом. И есть убежденность, что вот эта некоторая волатильность, которая будет в первом квартале, она сменится устойчивым трендом по снижению непосредственной инфляции и достижению цели к концу года.